6 сентября в средней школе номер 17 в рамках месячника безопасности прошли плановые учения по противопожарной безопасности. В учениях и тренировочной эвакуации приняли участие коллектив школы, а также руководители и педагогические сотрудники других образовательных учреждений. Рассказывает наш корреспондент Наталья Белохвост. О том, что чрезвычайные происшествия случаются неожиданно, рассказывать нет необходимости. Поэтому затяжной дождь в этот день не стал причиной для переноса запланированного мероприятия. Перед началом эвакуации педагогам и руководителям общеобразовательных учреждений города, сотрудниками противопожарного надзора и управления образования были доведены до сведения новые требования, предъявляемые к учебным учреждениям по технике пожарной безопасности. Мы будем тренироваться, тренироваться, тренироваться. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы и дети, и преподавательцы в состанции вспомнили про безопасность, участвовали в эвакуации, вспомнили, как эвакуироваться, куда бежать, где вообще выходы эвакуационные в учебном заведении. И знали, требовали пожарной безопасности. Для сегодняшнего дня у нас у руководства стоит такая задача, они ее поставили перед нами, чтобы при всех проведенных проверках, плановых и неплановых, когда инспектор появляется на объекте, необходимо еще и проводить тренировки по эвакуации. То есть будьте к этому готовы, когда у вас по плану либо неплановая проверка будет проводиться, будет проведена и тренировка по эвакуации с оценками всех действий услыша персонала. Далее прозвучал тревожный звонок, предупреждающий об обнаруженном очаге возгорания в здании школы. Организованными группами детей вывели на улицу на безопасное расстояние от объекта. Профессиональные бригады пожарных обследовали здание, после чего приступили к эвакуации оставшихся в здании школы людей и ликвидации очага возгорания.